Всем привет, друзья! С вами интернет-магазин Strikeball Sport. И сегодня мы с вами рассмотрим страйкбольный привод от компании LCT-47MMS Up-версии. Страйкбольный привод знаменитого автомата AKM. Вариант со складным вниз металлическим прикладом, разработанный для десантников. Давайте откроем коробку. Комплект поставки включает в себя металлический магазин механического типа, сам привод, инструкция-каталог и маленький сувенир от компании LCT. Привод LCT-ACMMS весит 3540 грамм. Привод изготовлен из стали. Это крышка ствольной коробки, сама ствольная коробка, защитная скопа, защелка магазина, ствол с прицельным механизмом, дульный компенсатор и складной приклад. Эта модель имеет цевьё из высокопрочного АБС-пластика. Привод имеет среднюю длину для игры на дальних и средних дистанциях. Магазин привода механического типа может вмещать в себя 130 шариков 6-миллиметрового диаметра. В руках привод удобен. За счёт стальных деталей люфтов привод не имеет. Удобно можно укомплектовать в вооруженном чехле на примере чехла длиной 80 см. Стальной приклад привода складывается вниз, во внутрь ствольной коробки. Для того, чтобы его сложить, нужно нажать на кнопку у ушек тяги и отвести приклад вниз. Сложить плечевой упор. За счёт сбитости деталей приклад жёстко фиксируется. Чтобы разложить приклад, нужно нажать на кнопку ушек тяги и отвести его в другом направлении до щелчка. Разложить плечевой упор. Внутри привода используется гербокс третьей версии. Алюминиевая голова поршня и цилиндра. Проводка 18АВГ. 9-миллиметровые подшипники и мотор новой версии. Длина стволика 435 мм. Отсек под аккумулятор находится под крышкой ствольной коробки. Чтобы её снять, нажмите кнопку фиксации ствольной коробки и поднимите её вверх. Привод в базовой комплектации имеет разъём микротомия, а сам аккумулятор располагается под крышкой ствольной коробки и заходит в газотводную трубку. Обратите внимание, что аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят. Их вы можете приобрести на нашем сайте. Переводчик режимов огня имеет три положения. Режим предохранителя, где заблокирован спусковой крючок. Режим автоматического огня и режим одиночного огня. Также не забывайте после автоматического огня спускать переводчик огня на одиночный режим. Это поможет увеличить срок службы вашей пружины при долгом хранении привода. Для доступа регулировки камеры ХУПАП отводим имитацию затвора и ползунком регулируем степень подкрутки шара. Привод имеет антабки для крепления оружейного ремня. Одна у основания приклада, рядом с кнопкой фиксации приклада, другая находится у передней части цевья. Перейдём к хрону привода и протестим его в тире. Более подробные технические характеристики вы можете найти на нашем сайте. Ссылка в описании под видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok